Насеянство Долголевского сельского совета, маль 1400 человек, 20% узых, находится на постоянном контроле наглядальной комиссии. И в этом списке шмотодетные семьи и одинокие, которым потребна допомога, разум с ним 25 человек относятся до так называемой группы рызыки, злоуживают алкоголем и ведут асоциальный лад життя. Работы наглядальных комиссий – один из самых действительных на керунку попередживания несчастных выпадков. На Гомичине они працуют с 2011 года, и за этот час только пожаров в жилом секторе снизился на треть. А закинувших на их людей на полу, хоть полностью выключить несчастные выпадки, покой не отремливается, на передании у Петриковском районе на пожары закинул еще один человек. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате был обнаружен труп хозяина домовладения 1959 года рождения. В результате пожара уничтожена кровля и повреждено имущество внутри, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Женщину, якая живет в этом доме, господиней назвать тяжко. Гроши хопает основным только на алкоголь. Наглядальная комиссия тут не упершиню, але усе за уваги женщинов парты игноруя. А тому знаходится под пинной увагой органу внутренних справ. Если они, скажем так, в течение года у нас более трех раз привлекаются к административной ответственности за нахождение, распитие спиртных напилков в общественных местах, там, либо поступают жалобы от соседей, жителей деревни, значит, принимаются меры о их направлении в условиях ЛТП. Еще по одним адресе, який наведывает Наглядальная комиссия, проживает 55-летний Миколай, одинокий мужчина, злоуживая алкоголем. Правда, по час приходу комиссии он был тверозый и на выказанное за уваги реагировал адекватно. Было и самое главное зараз – заменить по выразу специалисту вельми старую электропроводку. Проблемы у необходимых для этого сроков. Мужчина у парта отмавляется от працевладкования. У этого домовладания Наглядальная комиссия обоязково придет снова. Они категорически отказываются. На государственную работу идти не хотят. Они хотят что? Употреблять спиртные напитки, чтобы их в свободное время было. А употреблять спиртные напитки, надо что-то заработать где-то. То они работают. Летом они идут в грибы и ягоды, зарабатывают и живут за счет этого. А в зимний период идут старым людям, пожилым помогают. То дрова поносить, то водички принести. Вот так они и живут. Еще одна категория жахаров, до которых обоязково приходит Наглядальная комиссия – одинокие люди. Былому вязню фашистского концлагера Михаилу Адаменко 89 годов. За час знаходжения в этом доме проверяется все, что заховывается на горыщи, у яким станет пяшное оттепление, на кольке беспечная электропроводка. За уваг внимания у кого, сам господар выказывает только подяки. Коли ему саправды была необходима эта помога, комиссия дырговала худкам. Приезжали обои, обои клеили, потолок покрасили, полы покрасили, проводку заменили. Все нормально, я доволен. Алексей Чаров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гуми».